Друзья, ну что, у нас по прибытию в Усть-Кут скрылись пара проблем. Вездеходы, причем оба, у нас немного пострадали. Ну, сразу, конечно, можно сказать, что у них был пробег около 2000 км по Байкалу. Они устанавливали рекорд России, и несмотря на то, что предварительная проверка, то есть техобслуживание было проведено, но так как мосты вот эти являются достаточно беспроблемными, то их даже как бы особо и не смотрели, что касается полуосей. Вот, ну и достаточно жесткий зимник, моменты, когда мы провалились в Проталину, и достаточно серьезная дорога в плане ударных нагрузок и большой вес в кузове привело к тому, что две полуоси у нас сейчас пострадавшие, их нужно заменить. Ну и, соответственно, вот у нас Усть-Кут. Здесь мы стараемся найти запчасти, и сейчас, так как у второго вездехода нашего при движении очень сильно нагревается полуось, там, где находится подшипник, то мы вот так вот, еще не въехав в город, расположились здесь на площадке. У нас готовится ужин, тоже такой спонтанный, потому что здесь рядом нет кафе. В общем, все так достаточно автономно, мы так с такой надеждой ждали Усть-Кут, чтобы немного передохнуть, но вышло как вышло, как говорится. Но мы не унываем, сейчас приедут ребята из города, они выехали на такси, и думаю, что проблемы мы эти тоже решим. Все как? Карлаки как? Здравствуйте. А подумал-подумал, думаю, добрые дела тоже делать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы подвигаемся из Усть-Кута. После заправки заправили канистры, впереди у нас долгий путь. Мы выясняли насчет пути по реке Лена вплоть до Ленска, если быть точнее, то с Усть-Кута до Витима. Нам сообщили, что дороги, дороги там нет, то есть дорога идет где-то примерно на половину, либо на две трети. Поэтому было принято решение пойти по Зимнику, Вилюй. То есть мы, грубо говоря, сейчас пойдем на север и затем уже состыкуемся с трассой Мирный Ленск. Финальной точкой нашего маршрута на этом этапе является сам город Ленск. По расстоянию это примерно 1200 километров. Ну, не будем загадывать, будем ехать, ну и, конечно, рассказывать все вам. Мы сейчас в Верхнемарково, отсюда начинается Зимник, Вилюй. И мы едем до Ленска, включили карты, 1050 километров нам двигаться до нашей точки этого этапа. В общем, выезжаем. Поехали? Поехали. Место штурмана. Да? А вы бы этот багажник закрыли? А мы? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Сегодня я, ну я не снимал, но переночевал в Кунге прямо на стопке матрасов. Потом будет время, я покажу, где спал. А Миша утром встал, пообщался с водителем, с дальнобойщиком, который ему рассказал, что со стороны Мирного огромные пробки. То есть вчера этот водитель проехал меньше 100 километров за день. Около каждого подъема есть, стоят фуры. И там даже не двухполосная дорога, а одна полоса, одна колея. Поэтому сегодня, я думаю, будет очень насыщенный день, очень непредсказуемый. Спускаем колеса и двигаемся дальше. События этого и следующего дня хотелось бы немного художественно приукрасить. Поэтому далее повествование пойдет в стиле Discovery Channel. И прошу не принимать все близко к сердцу. Под закрытие автозимника трафик грузовых машин зашкаливает. Все это усугубило рекордно высокая температура воздуха. Плюс 10 градусов. Вся трасса превратилась в сплошной каток. Сотни дальнобойщиков уже третий день ждали на стоянках похолодания. А остальные рисковали и стояли в километровых пробках. Нашей же команде нужно было во что бы то ни стало успеть пройти эти сотни километров ледяного плена. В попытке помочь застрявшему тралу, наш головной вездеход сам оказался в снежной ловушке. Под слоем безобидного снега скрывалась трехметровая траншея. Не помогли шины низкого давления. Весь запас топлива, который вез вездеход, предательски тянул его к центру земли. Ну все, рулем, рулем. Стой! Лопата плавает весь капот мой. А эта штука есть у меня, да, Сергей? Сергей уже сутки ждал помощь на трассе. Лопата была у него под рукой, и он без раздумий вызвался нам помочь. Лопаты есть у нас, ну. Да лопаты-то тоже есть. У вас-то не такие, как у нас. У Сереги опыта видали сколько? Видно, сколько прокопало на лопаты одной. Угол лебедки был не особо подходящим, поэтому мы перегнали второй вездеход. Все, сейчас лайки попру. Подписки, комменты, да? Лишь бы не лезь лайки. Нет, 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 стоп, вывешивается. И в этот раз нам не удалось выставить нужный угол, поэтому решили перекинуть трос выше, на рядом стоящее дерево. Но и эта идея оказалась нерабочей. Стоп, 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 стоп! Стой, стой! Она щелкнула! Я вам говорю, что она не такая. Ой, давайте. Она сухой. Все-таки уровень мастерства всех присутствующих позволил сделать разгонную площадку для вездехода. И через несколько движений он выбрался из снежного плена самостоятельно. Давай еще! О, уже, блядь! Теперь уезжай сразу, и он выпрыгнет. Раз! Что, сапку-то мы заработали? Ну, сапку-то уже! На, Серега, это тебе! Рыбый! Наденем, сапку-то тебе! Да, да, и подарим! Ну, вот! Бокал! Сапку выбили! Спасибо! Да нет, а что? Что, есть у вас? Сапку-то какую-нибудь возьми! А у меня есть, у меня есть! Есть, вода, ничего. Да, у нас все есть! Мы же едем на неделю, а берем продукты на месяц! На месяц! А на зимних, на ветки, мысли выходить. Есть дорога? Через пост выкидываем. Через пост не пустят? Не пустят у вас там, в Санкт-Петербурге, не пустят, не пустят. Ну, раньше не было, да, это сейчас недавно? Сейчас недавно. Мы поблагодарили дальнобойщиков, вручили им байкальский мед к чаю и двинулись дальше в путь. Тогда я и не подозревал, что скоро плюсовая температура опустится до минус 43 градусов. Но теплый день продолжался и нес для нас свои особые сюрпризы. КОНЕЦ Начались многокилометровые пробки. Пользуясь маневренностью и небольшим размером вездеходов, мы начали их обходить. Первый вездеход шел на заводских шинах трекол и уверенно чувствовал себя на скользкой поверхности. Нам же на Кразовских ободрышах было очень некомфортно. Вездеход стаскивало и приходилось постоянно ловить его, чтобы удержать в скользкой колее. Все шло довольно неплохо, но до определенного момента. Давай я буду так держать, толкать. А ты отходи, если что, я в сторону. Хоть кричи, только громко, ладно? Давай, давай. Что-то он упирается или все. Нормально? Стой! Откатиться назад не представлялось возможным. Вездеход стаскивало на фуру. У нас было мало времени до того момента, как водитель поменяет подушки и тронется с места. Было принято решение оттянуть лебедкой зад вездехода и отсоединиться от фуры. Хватит? Хватит. Ну вот сюда хватит вроде. Первый вездеход обошел всю колонну и ждал нас впереди. Вариантов вернуться на помощь у них не было. Но и у них были проблемы. Закончилась питьевая вода. Поэтому они разбивали и ели лед из замерзших бутылок. Так они нам, по крайней мере, сказали. Во! Ха-ха-ха! А что такое? Что там? Надо рулем чуть-чуть-чуть-чуть помогать. Зачем? У меня морда идет сразу. Так ты сейчас будешь, что у тебя морда повернется. Так, мы сейчас хотим немного заднюю часть сюда подвинуть. Ну, зафиксировать. Разворачивает морду, да? Ну, я тебе говорю, тебе надо чуть рулем дать. Жик. Влево немножко. Попробуй, это-то никуда не денется. Она уже ржа-жабда. А то попробуй, как на растяг. Чуть-чуть совсем. Во-во! Давай-давай! Давай-давай! Хорошо! Нормально, да? Ну, все. Сейчас у нас задней лебедкой... Лебедку перенесли назад, прицепили за дерево, то есть зафиксировали заднюю часть, чтобы она не скатилась. И впереди поставили чурку, уперли в колеса. Сейчас закончат ставить подушки на эту машину и немного потихоньку водитель сдаст вперед. Соответственно, мы освободимся. Все-все, я держусь здесь. Сейчас. Бля, нам можно дальше поперечься. Ну, я вижу. Потихоньку только. Хорош! 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 Стой! Все! Все! Все, хватит? Да, я сейчас на дороге уже. Все, машину чуть оттащили. Саня, Саня, прием! Слушаю. А, лебедку не неси, мы, короче, оттянули ее. И что? Ну все, сейчас машина сдаст вперед и все. Принято. На, давай сидите там, если что позвоним. Сейчас еще минутка. Там как раз вода разогреется. Сейчас что, они подушку поменяют, да, и все? Да, они сейчас подушку поменяют. Получается, эти стоят же ждут. Смысл, говорит, нам идти наверх, когда этот стоит, подушку меняет. Он меняет подушку, ну, ребята, вот. И они все потом сразу наверх идут, ну, и мы сразу пойдем. А нам быстро тогда топор собираем, все, да? Ну, в принципе, да, я думаю, что они минут за 30 управятся. Ну, там, как пойдет, догадывать не будет. Ребятам тоже, что-то не откручивается. Ну, они снять сняли уже, ставят. Подушки поставили. Сейчас, как только машина тронется, нужно быстро отцепить лебедку. И ехать. Нет. Задом сдай. Ты если сюда проедешь, она ослабнет. Назад езжай. Да, да. Во, во, во. Все, стоп. Не, не мотай, не мотай. Она. Назад езжай. А, все, да? Все. Друзья, мы в пути сегодня 7 часов. Прошли за это время 82 километра. Ну, в целом, это мы идем с той стороны. Сейчас вот в этой пробке поговорили с одним дальнобойщиком. Он сказал, что с 6 утра прошел 30 километров с той стороны. То есть это еще цветочки. Там, в принципе, везде из-за того, что погода плюсовая, идет снег, вся дорога превращается в каток. И везде, на всех подъемах стоят заторы. Но мы потихоньку двигаемся. Ну, вот такие вот пока новости с зимней кавилюй. Наш первый вездеход удачно прошел между автомобилями на триколовских колесах. И в целом сейчас ждет нас где-то там. Но пока по рации нет, ну, невозможно с ними связаться. Продолжение следует... С одним грузовиком расходимся и едем. Все, погнали. Рассосалась пробка. Друзья, на зимнике Вилюй сейчас начинается череда пикетов. Находятся они на расстоянии примерно как и станции емщиков. Где-то около 28 километров. Сейчас мы находимся на пикете на бочках. Известен он тем, что... Ух ты! Так, что здесь вот такие бочки три. И тут ловят им телефон. И сейчас погодная обстановка очень плохая. Как вы видели по нашей дороге, идет снег, тепло, вся трасса во льду. И вот такое большое количество дальнобойщиков сейчас ждут здесь, на этом пикете. Ну и, впрочем, на многих других. На этом пикете ребята, по словам, стоят уже два дня. Так, ну а я сейчас попробую поймать связь. Я думаю, что у деревяшки должно получиться. А у этого телефона шансов мало. Тут тропинка, короче, и флаг. Видимо, здесь. Надо учитывать, что сейчас еще пасмурная погода. Идет снег. Скорее всего, на это тоже очень влияет сильно. Связь, скорее всего, где-то далеко находится сотового вышка. Нет, нет сети. Ну что, тем не менее, у нас, впрочем, как и у всех, кто отправляется в дальний путь, есть спутниковая связь. Мы в любом случае повещаем своих родных. Ну, еще раз вот, давайте посмотрим на эту красоту. Сейчас я спустился с бочек, идет снег. Да. Вот. Ну, опытный дальнобойщик, водитель, которым увидел, как я там записываю видео, подумал, что я разговариваю. Говорит, связь есть? Я говорю, нету. Он говорит, ну да, ее нету, когда тепло. То есть сейчас тепло и, как бы, нету связи. Вот. Ну, а сейчас, смотря вот на все, что происходит здесь, вокруг, да, то есть утром это была грязь, слякоть и так далее. Сейчас идет вообще все белым-белом. Ну, а мы с Каилом сидим все измазанные. Вот так вот. Вот такой вот был день у нас продуктивный. Так что все очень необычно, очень насыщенно. Ну, конечно, для дальнобойщиков, которые курсируют здесь ежедневно, это просто работа. Каилом сидим все измазанные. Пропустив колонну автомобилей, которые вырвались из затора, мы двинулись дальше, но вновь уткнулись в другой затор. В этот раз у тягача развалился редуктор, и машина стояла обездвиженной. Ну, вот так делать надо, чем? Зачем его тащить? Этот не берет, сам не едет. Так, давай. Слушай, а этот, может, вездеходом тащит? Так. Не, вот, дерьмо, просто. Я же сейчас не стой, дерьмо. Под горько, там, погрязица. Здесь, где он заводил. Прям, если помочь ему так, подполкнуть. Вот пойдет. Теперь, в этот поздний час, все зависело от нашей команды. Обездвиженную фуру предстояло протащить назад около полукилометра и поставить в карман. Вездеход начал объезжать фуры и, почти касаясь их флагштоками, встал позади. На фаркоп накинули железный трос, и все замерли с одним вопросом. Сможет ли вездеход сдвинуть с места груженый тягач? Да, ну смотри, дружище, сейчас мимо них поедем. Ну, как? Куда? Мега в 300, 500, наверное, будет развилка. Ну. Вот ты меня вправлю, карман затаскивай. Все. Ну, давай, садись. Если пойдет еще. Если пойдет. Испытано на себе. Да, вот. Секунсти мод. Есть связь, привет. Есть связь. На фаркоп накинули железный трос, и все замерли с одним вопросом. Сможет ли вездеход сдвинуть с места груженый тягач? Взяв рации, все встали на свои места. И движение пошло. Взяв рации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая вот подобная елочка с центральной реборды идет по льду, вот по такой колее, очень плохо, то есть ее выкидывает постоянно. Тот же трекол, шильный трекол, допустим, 1300 на 600, она идет гораздо лучше, ну, за счет мягкости и за счет большой площади соприкосновения с поверхностью. Вот таким образом на зимнике рассасываются пробки, то есть убрали препятствия и все машины сейчас будут проходить, подниматься вверх. Руль налево поворачивайте. Не хочет? Ааа, в этот сел. Да. Ну, ну, он-то вылезет, главное, чтобы не стянуло его. Молодец, молодец! Фару включим? Включаем? Давай. За ним, да? Пытаемся, сейчас. Еще право возьмем. Зад. Зад вышел, да? Оба колеса, да? Здесь. В право, в лево не рули? Сейчас все сорвит. Вообще потихо, 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 тихо, тихо, тихо вообще. Вообще просто топчет. Чуть-чуть. Не, не тормози, не тормози, не тормози. Все, просто катится. Так, правее, чуть-чуть. Правее, велик, правее. Не газуй. А, я как поеду, кубец гада. Не, не, поеду, он же сам идет. Все, вышли. Мы сейчас внизу. Тоже все, вышли, вышли, вышли. Что, внизу тоже машина? Да, тут мой. Ты считай, что он будет. Да, тут ищите. Спасибо. Недолго мы ехали по трассе, наслаждаясь дождем. Следующим событием была фура, которая сошла с дороги в самой низине. То есть по краям дороги стоят вешки, за которыми либо рыхлый снег, либо вода, либо все это вместе взятое. Единственной возможностью быстро проехать этот участок – пройти по самому краю дороги. С постоянной опасностью так же свалиться, как и фура, только в противоположную сторону. У меня уже закончилась тревожная музыка, так что в этот раз обойдемся без нее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красавчик. Вызывай, ну. Саня, так же давай сделаем. А там рация есть? Есть, есть. Прием. Продолжение следует... 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 Подтверждение своих слов, как видите, сейчас просто зима, просто два вездехода, и мы на зимнике Вилюй. Идем уже, я не знаю, который час, не знаю, сколько машин, сколько фур мы видели, но что-то подсказать, что это еще только даже, по-моему, не половина. В общем, будет очень интересно, оставайтесь с нами. Что, куда не ушли? Вы куда повернули? Направо. Там же заправка сметанная. А, не, не, опусти, опусти. Давай сюда прям. А, ты кедровый? Давай. Проще. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наш очередной день нашего путешествия подошел к концу, завершается он, конечно же, сном, но из-за некоторых форс-мажоров, особенно из-за дорожной ситуации, которую вы сегодня наблюдали, у нас остается очень-очень мало времени. То есть мы вынуждены делать большие пробеги, то есть тратить больше времени на дорогу. И поэтому практически, так как мы планировали ночевать вот в этих кунгах, они оборудованы отопителем, ну и, соответственно, здесь можно было и готовить еду. И, в принципе, спать, потому что кунг рассчитан на низкие температуры. Но, тем не менее, как показывает практика, очень много времени тратится на то, чтобы все это, все вещи вытащить из кунга и как бы лечь спать. Вот, поэтому, ну, первую ночь, впрочем, как и все, мы спим практически вот по несколько часов, спим в кабинах, но так получилось, что мне досталось кресло, которое не раскладывается. Вот, поэтому первую ночь я очень комфортно спал, то есть, ну, сложно спать как бы в сидячем положении. Вот, и поэтому на вторую ночь я загляделся на кунг и, в принципе, переночевал вчера. Но вчера была ночь чуть-чуть потеплее, поэтому я даже не включал отопитель, просто вот уснул в спальнике. Ну, сегодня решил испытать на себе, в принципе, все прелести цивилизации и сейчас отопитель работает. Я, соответственно, даже, мне кажется, что слишком тепло оделся для этого. Каждый кунг оснащен таким вот матрасами теплыми, то есть, они кладутся на скамейки и, соответственно, являются также еще и спинками. Вот, ну, они сложены здесь все восемь, если я не ошибаюсь, раз, два, три, четыре, да, восемь штук. И я прямо вижу, как на пилинах. Пощелкивает немного отопитель, но он как бы не напрягает. Вот, но он напрягает немного большое количество вещей, которые находятся здесь, в том числе и пару пустых канистр бензина. Вот, ну, тем не менее, что не сделаешь ради комфорта. Я думаю, что уже буквально через несколько минут я буду спать крепким сном. Доброе утро. Очевидной день. Зимний причем. Поспал с комфортом, но мне кажется, что, по-моему, был неполный бак, и под утро я спал с открытым окном. Утро бензин кончился, и стал немножко прохладнее. Но в целом нормально. То есть, двойной слой делает свое дело. Мы продолжаем. Продолжение следует...